В этом сезоне в Самаре перекладывают теплотрассы на 18 основных объектах. На всех участках подрядчики монтируют трубы повышенной прочности и герметичности. Они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая при минимальной утечке способна определить место повреждения трубопровода с точностью до 1-2 метров. Это позволит в кратчайшие сроки направить бригаду для ремонта и предотвратить аварийную ситуацию. На 15 объектах завершено устройство монтажных схем. Восстановление благоустройства продолжается. На трех участках, на улице Губаново, улице Каховской, а также в районе перекрестка улицы 9 Мая и переулка Корякино, устройство монтажных схем планируется завершить до 5 сентября, после чего участки также приведут в порядок. На совещании в профильном городском департаменте были озвучены замечания в адрес некоторых подрядчиков. В основном это касается доставки материалов на объекты и увязанных с этим сроков завершения работ по ремонту и техническому оснащению теплотрасс в ряде локаций. Все вопросы урегулированы, даты согласованы во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией. Речь шла и о текущих работах в исторической части города. На Волжском проспекте требовалось обновить трубы диаметром 800 мм. Работы на Волжском проспекте входят в завершающую стадию. На сегодняшний день готовность объекта составляет свыше 90%. 80% уже отдано под восстановление благоустройства. Это территория вдоль ГРЭС и Иверского монастыря. Крайний срок сдачи оставшегося отрезка 5 сентября. Самый сложный этап было прохождение через туннель, который еще фон Вакана построил на пивзавод. Сейчас оба трубопровода вместе с гильзами через данный участок протащили. В данный момент начинается подготовка к соединению двух этих частей на двух камерах на одной и на другой стороне дороги. По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, согласно сетевому графику, с объекта должны уйти 15 сентября. Однако исполнители нацелены на то, чтобы уже 8 сентября в полном объеме закончить работу на Волжском проспекте, в том числе привести в порядок проезжую часть и обеспечить проезд автотранспорта в обычном режиме. На совещании в преддверии 1 сентября Владимир Василенко особое внимание уделил работам на тех объектах, которые находятся на территории школ и детских садов или в непосредственной близости от образовательных учреждений. Здесь в первую очередь рабочие восстанавливают благоустройство после вскрытий. Все рабочие варианты, которые сегодня были под протокол разобраны, я полагаю, в данной ситуации мы все выполним. По объектам социальной сферы, это касается школы и детских садов, к 1 сентября везде обеспечено по благоустройству. Также первым заместителям главы города обращено внимание на необходимость наведения чистоты на объектах, где ведутся работы. В части их организации руководство мэрии напомнило подрядчикам и о возможности трудиться в режиме 24 на 7, чтобы не допустить срыва обозначенных сроков. Подготовка к отопительному сезону должна завершиться своевременно, чтобы при первой необходимости начать пуск тепла. Сначала в объекты соцсферы, а затем и в жилые дома. Напомним, в этом сезоне в этот процесс должна включиться и строящаяся котельная в Куйбышевском районе Самары. Строительные работы идут по графику. Специалисты отмечают высокую готовность объекта. Полностью подключены ресурсы в части газоснабжения и водоотведения, сделаны переврезки. Позаботились и о благоустройстве. Реализация этого проекта крайне важна для горожан. Современная котельная позволит обеспечить стабильным теплом порядка 35 тысяч человек и предоставить качественные услуги теплоснабжения различным организациям, находящимся в районе. В Куйбышевском районе отопительный сезон начнется по старой схеме – через котельную КНПЗ. Но после завершения пусконаладки новой котельной будет плавное переподключение потребителей на нее. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.